Африка Фрикс 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 Он очень серьезных ребят в ЗВЗ мута на муту переигрывал Практически всех топовых зерков, по-моему Поэтому как раз мы видим, что Ласира предпочитает играть Такой строго наземный состав войск То есть он уже понял, что соперник идет в муту Может быть, понял и раньше Хотя вряд ли он предполагал, что мута появится у соперника настолько быстро А у Кирюса действительно муталисты были очень быстрыми Потому что он даже лейер делал до апгрейда на скорость собачек И несмотря на то, что соперник вот так вот доминирует в воздухе Ничего не собирается с этим делать Ласира Он только сейчас делает апгрейд на скорость зергингом То есть только сейчас у него на карте появятся мобильные юниты Которыми можно хотя бы попробовать как-то зерга, играющего в муту напрячь Также делается быстрый хайв И Ласира, очевидно, дальше будет идти в слонов Ласира будет идти в слонов Вместе с инфестрами вполне может быть Не знаю, это зависит от ситуации Но что касается действий самого Кирюса, то он играет не менее логично Оба, опять же, игрока сейчас просто продолжают Ну, я не знаю Следовать своей линии такой игровой, да? Давайте так сформулируем То есть Кириос просто аккуратно из муты сейчас будет переходить в люркеров Это такой современный переход из муталистков Именно в Legacy of the Void Современный Понятное дело, что хоть и так делать было нельзя Потому что люркеров не было А тут, конечно, смысл перехода в люркеров вполне понятен У люркеров бонус по арморт юнитам Очень высокий у них урон по роучам По, самое главное, слонам Ну и по другим юнитам зерга, у которых есть атрибут арморт Напомню, этот атрибут не обязательно означает, что у юнита действительно есть сколько-то единиц брони Это такой чисто формальный признак принадлежности к группе юнитов в Старкрафте Но об этом вот я очень подробно в книге своей писал Так что, наверное, не будем сильно заморачиваться Кому интересно, тот и так знает А кто просто смотрит Старкрафт поразвлечься Зачем в такие тонкости кунаться? Собственно, сейчас что делает Кириос? Он просто тянет по максимуму время муталийсками Он не дает сопернику спокойно выходить на четвертую базу Он не дает сопернику спокойно дышать даже на своих трех И при этом он сам на четвертую выходит Люркеров сделал Причем, обратите внимание, этих люркеров, которых только что Кириос построил Он прямо сейчас отправит в атаку Видимо, он будет пытаться сопернику со всей серьезностью не давать занимать четвертую локацию Или нет? Как-то странно люркеры закопались Ну, в общем, посмотрим Может быть, это вообще будет прием с люркерами на халде Такое внезапное Тут смотрите, что происходит Тут муталийски вайперов нашли И трансьюзами, конечно, спасает одного из вайперов Кириос Но... Не Кириос, а Лассира Но в целом... Ох-ох-ох Какой тут фарш из собачек Да, люркеры хорошо закопались Вот вайпер первый раз показал, на что он способен Но Кириос великолепно отреагировал И вообще Кириос все очень здорово сделал Потому что он, во-первых, одного из дорогущих вайперов забрал А газ с трех локаций, как вы понимаете, не резиновый Особенно если слоновый инфестор придет Ну и, во-вторых, конечно, эти люркеры Очень здорово закопанные И сыграли свою роль И блестяще себя проявили Забегание первое зерлингами от Лассиры Они скушали и не заметили Ну и теперь люркеры просто вот так по четвертую подкапываются Откровенно проворонил этот момент Лассира С другой стороны, далеко не факт, что он мог здесь что-то сделать И вот так вот, смотрите, продолжает давиться у соперника Кириос Более того, у меня есть ощущение, что он очень хочет закончить игру сейчас До выхода серьезного количества слонов Потому что у него 200 лимита Понятно из-за чего Из-за того, что он все это время был впереди по экономике Естественно, единственная надежда Лассира Это эти слоны, ради которых он, в общем-то, и терпел Так долго Блондин Клауд Отличный на люркеров Тут очень здорово все было исполнено Лассирой с одной стороны Но с другой стороны из Блондин Клауда Люркеры переползли Есть еще один Блондин Клауд Да, здорово, здорово Одним единственным вайпером-то сейчас Показал Лассира, что можно побеждать в такого рода сражениях В любом случае у него нет аверсиров Сейчас аверсиры как раз снайпились муталийсками И поэтому нужно отступить, перегруппироваться Лассирей И сейчас ему, судя по всему, придется нападать вне крипа Что, безусловно, очень неприятно Муталийский ко всем своим прочим заслугам Еще и крип чистят И вайпер только что был потерян Ошибка от Лассира Не успел он бросить трансьюз вайпера И Кьюриос продолжает свою осаду Честно говоря, чем дальше, тем меньше аутов у Лассиры Потому что очень много денег, конечно, у Кьюриоса В том числе газ уже начинает копиться Тут вне крипа очень тяжело лезть И снова аверсиры полетели вперед Трансьюз! Ну как же так? Ну кто бросать трансьюз будет? Ну ёшкин кот! Ну вернулся уже ведь аверсир Восемь королев в жизни Не поверишь, что ни у одной не осталось маны на лечении Очень странная ситуация Лассира вроде бы понимает, в чем его главная задача Да? Он не просто так сразу несколько аверсиров морфит Но все равно по какой-то неведомой причине Он толком справиться с трансьюзом ключевого юнита Не сумел В любом случае сейчас ситуация такова, что Лассира хотя бы сумел стабилизировать ситуацию для себя И выйти на четвертую базу, что для него очень важно Потому что вот это войско Его потенциал, этого войска, будет расти до тех пор, пока у Кьюриоса не будет брудлордов Поскольку чем выше будет лимит у Лассира, тем больше у него будет слонов И при должном количестве королев, тем больше у него будет хило И по земле, конечно, связка королевы-слоны-вайпера, она просто неубиваема Без всяких оговорок, без всяких но Потому что блондин-клауды, потому что слоны врываются Но вот сейчас, например, блондин-клаудов не было Слоны почему-то полезли вперед на узком месте И опять-таки вне Крипа драться-то Лассира по-хорошему не может Потому что королевы не могут подойти на поле боя Тем не менее, оборонить свою четвертую базу Лассира, безусловно, должен Если успеет подойти королевы Ну и, конечно, было бы желательно все-таки, чтобы хотя бы один вайпер у Лассиры был Тем не менее, вайпера нет, Лассира просто дерется слонами Ну и, как видите, слоны сминают люркеров Несмотря на то, что несколько слонов выжили на очень красных хитпоинтах И сейчас очень грамотно Кьюриоса их добивает Все равно в этом сражении победил именно Красный Зерк по вполне понятной причине И поэтому Кьюриос понимает, что потенциал его наземного войска уже потихонечку уменьшается И чем дальше, тем сложнее ему будет давать битвы своему сопернику Особенно в том случае, если продолжит сильно инвестировать Лассиров, слонов И продолжит снова строить вайперов Опять же, учитывая все эти обстоятельства Кьюриос уже сделал Грейтер Спайр Сейчас он заказывает Караптеров И мы увидим переход в Брудлордов Тот переход, который и нужен для того, чтобы закончить игру Кьюриоса Потому что без этого перехода, конечно, добить соперника он точно не может Преимущества экономические есть у Кьюриоса Сейчас лимиты равны, но посмотрите, как много денег у синего зерга То есть, синий зерг свои деньги просто-напросто еще не потратил А потратит он их, понятное дело, именно на Морф Брудлорда На Морф Брудлорда, в котором у Лассира не готов совершенно Я рискнул предположить, что у него на карте даже нет шпиля Ой-ой-ой, тут разведка внезапная видит Грейтер Спайр Лассира Так, и что будем делать? Что будем делать? Ну, Лассира, похоже, пока ничего не понял и не успел отреагировать Шпиль-то где? Лассира! Ну, тут уже Брудлорды Как бы хочешь не хочешь, надо шпиль ставить То есть, я к тому, что Брудлорды уже есть И Лассира уже это видел Естественно, ставится шпиль Как-то поздновато Лассира это сделал Немножко медленно соображает Не то, чтобы здесь от 20 секунд прям все зависело Но, честно говоря, эти 20 секунд тоже могли бы решить Довольно много Ой, здесь неужели просто Инфестор будет отдан на одном муталиске? Ну, здрасте Нам не показывают, но я рискну предположить, что там Инфестор почти с фуллмана Отлетел А здесь королевы пытаются улететь от Брудлордов Два самых быстрых юнита во втором Старкрафте Ну, не улететь, в смысле королевы пытаются уйти Им было бы неплохо как раз помочь улететь Если бы были транспортные оверлорды еще и со скоростью Но, к сожалению, этого не произошло И Лассира вот так вот отдает всех своих королев Но Лассира стоит отдать должное Он сейчас очень здорово оценивает ситуацию То есть он понимает, что дело плохо Он понимает, что не хватило секунды ченджингом, чтобы бросить Нидус на Мэйн Неприятная история для Лассира Понимает, что драться в лоб, естественно, бессмысленно Да и нечем драться в лоб И остается единственный шанс, это Нидус Но к Нидусу сейчас приближаются Брудлорды Господи, как же обидно Лассире Знаете, что здесь, может быть, решило судьбу игры? Вы не поверите Судьбу игры, вполне возможно, решило то Что ченджлинги Лассиры на Мэйне Кьюриоса Не продержались еще буквально 2-3 секунды И Лассира не успел туда кинуть червь Нидуса Потому что если бы он успел То он бы потянул еще вагон и тележку времени Возможно, даже навязал бы сопернику размен И в это время, так как деньги у Лассиры были Заказал бы дома кучу караптеров Конечно, я, может быть, несколько преувеличиваю Несколько драматизирую Ту ситуацию, которая сложилась в конце этого сета Но я абсолютно искренен с вами На мой взгляд, реально, если бы эти ченджлинги Прожили еще пару секунд Если бы Лассира на пару секунд раньше Поставил свой канал Нидуса То у него были бы очень хорошие шансы Как минимум затянуть игру мог бы Лассира Как минимум Считывая то, что денег у него было полно Может, и смог бы перемасить соперника по воздуху Черт его знает Все, конечно, зависело бы от того Как оперативно Кьюриос отреагировал бы на Нидус Если бы он сразу все увидел Прикопал Люркеров На место появления червя Нидуса И встретил бы этих слонов Дюжиной Люркеров То, конечно, никаких шансов не было бы Но че уж тут рассуждать в стиле Если бы да кабы Вот немножко медленно соображает Лассира Да, простится, мне такая характеристика Этого, безусловно, классного и сильного игрока Просто немножко медленно соображает Поздновато он сообразил, что там будет переход в Люркеров После Муталийска У Африка Фрикс Кьюриоса Как раз-таки синего зерга Который у нас справа внизу на террасах Приона Поздновато сообразил, что будет переход В Брудлордов Поздновато сообразил, что надо бы шпиль поставить Которого у него не было Может быть, он думал, что он уже поставил шпиль И просто его искал Не знаю, может быть, в этом дело Да, именно у КТ Ролстер Лассиры Поздновато сообразил, что было бы здорово провести контратаку Нидусом Хотя тут я, безусловно, еще раз должен отдать ему Должен отдать ему должное, да Простите за легкую тавтологию Все-таки следует отдать ему должное В том плане, что Ну, не знаю, как вы А я, например, не сообразил про Нидус вообще То есть мне эта идея в голову не пришла Хотя вроде бы она абсолютно очевидна Видишь такую немобильную армию, с которой не можешь драться И не можешь контратаковать в лоб Потому что там кругом люркеры Значит, нужен или масс-дроп Или в случае зерга в Нидус Вот, то есть это абсолютно логичный ход И правильно Лассиры на него решился Но тоже немного не успел Тоже немножечко не успел И немного не успел он еще в том плане, что Там Аверсиров не подвел заранее на мейн К сопернику оставил там только Ченджлингов Ну, в общем, вот такие вот, знаете Мелкие вроде бы ошибочки Но серьезно сказавшиеся на ходе игры Были у Лассиры Снова Лассиры играют две хаты до пула Причем, посмотрите, насколько нагло действует Лассиры Вот он на Даск Тауэрс халявил Но я там не обратил на это ваше внимание Потому что, в конце концов, на Даск Тауэрс Там две хаты до пула играют Ну, хотя бы один зерк из трех В среднем В матчапе ЗВЗ Показывают нам историю противостояния этих игроков Которые в пользу Лассиры Но, не знаю, мне кажется Учитывая текущую форму игроков, история мало Что значит, поэтому я о ней вам не рассказывал Так вот Ладно это делать на Даск Тауэрс Но на террасах Приона На террасах Приона Так играть это очень большой риск Потому что можно напороться на агрессивную стратегию от соперника И Лассиры для того, чтобы соперник не пошел к нему вперед слишком быстро Схитрил Он поставил две хаты до пула Но при этом первая хэч у него была поставлена на втором золоте И таким образом Прилетевший только что от Кьюриос Аверлорд Видит более поздний тайминг хэтчери Чем при обычном билдордере в хату до пула И наверняка Кьюриос, исходя из этого Предполагает, что Лассиры играл с сейфово Пул хата газ Но сейчас он уже видит крип Сейчас он уже не может не видеть крип И сейчас он должен понимать, что Лассиры его обманул Что Лассиры его обманул и пошел в две хаты до пула И именно по этой причине сейчас Кьюриос резко переключается в агрессивный формат игры Он уже морфит бейнингов как раз возле второго золота соперника И бейны как раз появляются Несмотря на то, что очень сильно пытался воспрепятствовать этому Лассира Лассира, понимая, что он со своими двумя хатами до пула Категорически не успевает Ставит две плетки По одной на каждом золоте Бейнинг Нест у Лассира уже тоже есть Просто он и с бейнинг Нестом не сильно успевает И сейчас Кьюриос, как мы видим, сразу пытается наброситься То на плетку, то на королеву, то на бейнов, то на дронов Кьюриос сам не понял, на что он хочет наброситься И в итоге, между прочим, Лассира вот так взял и за лиховатский плетку отменил Вот это, мне кажется, он зря сделал И плетка ему абсолютно точно пригодилась бы Лишней не была бы 100% Но, видимо, своя точка зрения на этот счет О, зерга КТ Ролстер на здоровье Кьюриос, между прочим, оборот избавляет только сейчас Вот у него пошли дроны, пошел заказ Роучи Ворна А так-то у него тут очень много линга бейнов Но, видимо, Кьюриос отказывается от идеи продолжения давления Потому что видит, что соперник в целом готов Тем не менее, тут в плане контроля линга бейнами Опять-таки, вот То, что Кьюриос постоянно играет в муту Говорит в его пользу именно при контроле на линга бейнах И мы видим, что Лассира успел довольно серьезную ошибку в контроле совершить Но вот сейчас Кьюриосу просто нет войск на третьей базе У него точно куча войск на карте Просто они были неправильно расположены И успел потерять королеву Кьюриосу Что на такой стадии игры, конечно, очень и очень опасно Так что Интересная ситуация На самом деле Оооооу! А вот и ошибка от Кьюриоса Вот и ошибка в контроле линга бейнами Уже от зерга из Африка Фрикс И ошибка очень серьезная Потому что было отдано где-то Сапог 15 на одном бейнинге Конечно, теперь намного сложнее Драться линги на линги А дальше-то уже строятся роучи Во всю красную и синюю зерга И вот Лассира сейчас в своей стихии на самом деле, потому что Лассира сейчас как раз играет в своем излюбленном гиперагрессивном стиле, в такой, знаете, халявное начало и после этого очень жесткий мидгейм тайминг. Вот это просто один в один то, что в 9 из 10 своих игр делает Зерката Роллстер. Еще будучи Зергом MVP и даже Incredible Miracle, он любил так играть, и в Катароллстер просто ничего особо не изменилось. И вот смотрите, если Кьюриос там даже не то, чтобы план Б готовит, он скорее просто продолжает в качестве плана А технологично развиваться, да, мы видим у него лейер, мы видим у него эволюшн, мы понимаем, что у Кьюриос это дальше ставка на макро все-таки. У Лассира ничего такого нет, он просто клепает Роучи, клепает Лингов, сейчас он всем этим пойдет вперед, заморфит в атаке кучу бейнов и была не была. То есть у Лассира может быть стиль такой временами немножечко примитивный, но он очень интересный в том плане, что Лассира не дает заскучать. Он всегда вот ищет контакта в своих играх и в ЗВЗ, как в одном из самых контактных матчапов во втором Старкрафте, безусловно. Это весьма эффективный вариант игры. И сейчас, вот видите, у Кьюриоса просто мало войск, то есть он пытается взять свою эффективность у войск, да, он построил реведжеров, он пытается использовать артиллерийские удары реведжеров, и они даже наносят какой-то урон, но, честно говоря, этого просто не хватает, потому что у Кьюриоса изначально был менее выгодный опенинг, его перехалявили, ну а потом еще и Кьюриос вложился в переход в макро, в эволюшн, в лейер, в то время как соперник просто строил войско. 1-1, Лассира переиграл здесь Кьюриос и переиграл просто на своем агрессивном стиле, на своей интересной задумке. С двумя хатами до пула обманул соперника Лассира вначале, а затем сумел использовать эту обманку в свою пользу. На самом деле это была хорошая игра, игра, которая была выиграна головой, игра, которая была выиграна тактически, и даже несмотря на то, что игроки тут обменялись серьезными ошибками в контроле Линга Бэйнами, и у Лассира у самого была ошибка серьезная, когда он Бэйнов там на ровном месте отдавал. Вот, именно тактические ходы решили эту игру, а не просто какие-то ошибки, а не просто какие-то недоработки самих игроков. Молодцы! Здорово сыграли. Третий сет у нас будет на карте руины Сероса. Окей, окей. На этой карте, конечно, очень многое от респаунов зависит, потому что, если это будут ближние по земле респауны, то это, скорее всего, будет что-то похожее на то, что мы видели в предыдущей игре. Если кросс-респауны, то это практически точно моталистки, если не будет каких-то внезапных чизов. Вот, ну а если ближние по воздуху, то может быть как раз все что угодно. Это самый интересный, самый разнообразный респаун. Именно такие нам попадаются. Африка Фрикс Кьюриос. Африка Фрикс Кьюриос. Это зерк, который появился справа сверху. На ваших экранах. И он играет против красного зерка, который появился справа сверху. Это КТ Роллстер Лассира. Добро пожаловать всем, кто успел присоединиться к прямому эфиру Кореи на прицеле 2-0. Напомню, что мы смотрим матчи группы С. Для вас работает Аликс 007. И играть сегодня для нас будут три зерга и один теран. Вот парочка зергов как раз играет за ВЗ. У нас сегодня минимум два БО-3 за ВЗ. Максимум три. Но я думаю, что по зергам... Ну, во-первых, многие уже успели соскучиться за две предыдущих группы. Во-вторых, еще успеете соскучиться. Поскольку... Напомню, сейчас опять будет небольшой спойлер результатов предыдущих групп. Или большой спойлер. Напомню, что в четвертьфиналы пока не вышел ни один зерг. И учитывая то, что в группе Д там зергу одному-единственному придется очень непросто. Вполне может быть, что все зерги, которые выйдут в плей-офф, выйдут именно из этой группы, из этого квартета. Поэтому смотрите на них пока есть возможность. А ЗВЗ, кстати, в этом матчапе у нас вполне может... В смысле, в этом сезоне ЗВЗ может уже и не быть впоследствии. Так что, может быть, у нас вообще последние ЗВЗ в рамках первого сезона Global StarCraft 2 лиги в этой группе. Ну, посмотрим, конечно. Не будем настолько далеко забегать наперед. На этот раз мы видим, опенинги получаются абсолютно зеркальные. Лассира не стал баловаться двумя хатами до пула. В том числе, наверняка, по той причине, что быстро нашли друг друга соперники. Быстро обнаружили, что оппонент находится на ближних по воздуху респаунах. И таким образом прекрасно разведает, что делает их оппонент буквально там через несколько секунд. Поэтому рискованно идти в две хаты до пула, если там стандартный билдордер. Все-таки здесь не терраса приона, да, где риск имеет смысл, поскольку это классическая ситуация high risk, high reward. Из-за того, что база-то на золоте. Минеральцы не простые, а золотые. И две базы на золоте, это вообще здорово. И это не Dusk Towers, где расстояние между локациями огромное. Тут бежать все-таки намного ближе, особенно к третьей локации, как вы видите. И третья локация при этом ставится одинаково агрессивно. И у Лассира, и у Кьюрёса. Вот тут две абсолютно равных опции есть в матчапе за ВЗ на этой карте, где ставить третью. Можно ставить ее вот там вот в углу, как бы вам объяснить. Ну, примерно на половине первого в циферблате и на половине шестого. Есть локации. Они находятся дальше от соперника, но до них при этом и чуть дальше тянуть свой собственный крип, чуть дальше перемещаться собственными королевами. А можно ставить вот такую агрессивную ближе к оппоненту. И именно агрессивную. Третью выбрали и Кьюрёс, и Лассира. Интересно, по какой причине. Меня это наводит на мысль, что и тот, и другой все-таки перейдут в роучи, а не в муталийска. Вы при этом обратите внимание, Лассира прямо под носом у соперника очень нагло так построил транспортного оверлорда. Как бы намекая на то, что вот сейчас я точно буду дропать на мейн. Реально, вот прям под носом у оппонента. Я не знаю, может стоило как-то скрыть этот факт, нет? Или он еще может прям под овером... Что, вообще охренел, что ли? Что делает Лассира? Ничего, что там оверлорд есть, который все видит? Неужели он думает, что вот он здесь будет отвлекать соперника микроконтролем, и Кьюрёс ничего не увидит? И неужели Кьюрёс действительно ничего не увидел, будучи отвлеченным этим... Да ладно! Да что происходит, алло! Как это так? Как это так? Просто под носом у Кьюрёса оверлорд Лассиры превратился в транспортного. Просто под носом у Кьюрёса Лассира передропал лингов на мейн, просто под носом у Кьюрёса зерглинги пробежали прямо по мейну и превратились в бейнов, и все это время Кьюрёс ничего не видел. Эээ... Неплохо, неплохо. Не, понимаете, например, против Аликса 007 такой прием на ладере будет работать 10 раз из 10, потому что Аликс 007 просто нихрена не смотрит на миникарту, поэтому он и в теории не может этих бейнов обнаружить. Но какого черта это работает на профессиональном уровне, причем уже два раза подряд, я, признаться, не могу вам объяснить, потому что это определенный какой-то парадокс. Ну, такого просто не должно быть. Я помню, не так давно как раз была какая-то интересная игра на этой карте, интересная какая-то ЗВЗ, где я пел дифирамбы одному из зергов, который вот примерно таким же образом соперника развел и отвлек, и передропал бейнов, именно отвлекая соперника микроконтролем активным. Но там это было не настолько явно, то есть там не было такого, что полторы минуты все происходит под взглядом оверлорда соперника. Там наоборот все было очень хитро спрятано, и опять же, очень здорово отвлекал именно микроконтролем Зер, который исполнял этот прием. К сожалению, напрочь не помню никто, ни против кого, просто помню, что была такая игра на других, кажется, респаунах, оба зерга вроде бы слева были, где вот так вот здорово применялся прием дропа лингов, уморфа бейнов, и дальше закатиться бейном на минеральную линию. Плай так тоже часто делает, но это именно в Корее было. А тут вот реально, ну, настолько явно, настолько показательный, типа, на! Смотри, видал? Видал, как я могу? Видал, как я дропаю? Видал. Молодец! Лассира, конечно, подропал он хорошо. Другое дело, что, несмотря на вот эти дропы, ну, у Лассира... У Лассира в тот момент, конечно, может, получил небольшое, ну, даже небольшое, довольно существенное преимущество, но оно трансформировало сейчас совсем небольшое из-за нескольких потерь. Во-первых, Лассира уже двух оверлордов отдал вот таким вот образом по раллипоинтам в стиле небезызвестного российского зерга. Который очень любит табуны оверлордов таким образом отправлять вперед. Кроме того, Лассира потерял несколько дронов на забегании, то есть Кьюрио с местами действительно так по мелочи переконтролил соперника. Там лингми забежал, что-то откусил буквально пару дронов вот именно такими забеганиями, когда у Лассира еще роучей не было. Потом там еще, опять же, оверлордов позабирал. Сейчас, наконец-то, занялся этим вопросом дурацкого передропа. И больше, видимо, рабов на бейнах терять не будет. То есть, в целом, игра более-менее выровнулась. Единственное, в чем у Лассира преимущество, то есть не подумайте, что оно прям совсем исчезло. Оно, как бы это сказать, немножко подтаяло, но в целом оно отчасти сохранилось. И в чем оно выражается? В тайминге технологий, конечно. Потому что уже готов лейр, уже делается мув роучем. У Кьюриоса никакого лейра нет. И, естественно, здесь он тоже пробить соперника не может, потому что войска у Кьюриоса все-таки не слишком больше. Ошибся Лассира сейчас. Хотел он добить Реведжера, но Реведжер выжил там на очень красных хитпоинтах. Не очень удачно отконтролил сейчас Зверкаттер Олстер. Ну вот сейчас он будет пытаться реализовать свое единственное сохранившееся в этой игре преимущество. Это, опять же, преимущество в тайминге технологий. И апгрейд плюс один на атаку у него раньше, и апгрейд на скорость роучем у него раньше. И, безусловно, вот эти апгрейды он сейчас попробует использовать таким образом, чтобы провести, возможно, тайминговую атаку, чтобы застать как-то Кьюриоса врасплох. Экономика примерно равная, лимиты примерно равные, поэтому, опять же, если Лассира не хочет, чтобы его преимущество уже совсем пропало, то, которое он заработал своим потом, кровью и невнимательностью соперника, то ему нужно активизироваться вот прямо сейчас буквально. Вот реально, прямо сейчас нужно идти в атаку. И, в принципе, Лассира, насколько я вижу, по миникарте так и делает очень грамотно, тут все исполнено. Дроп парой роучей на мейн. Здесь, смотрите, пользуется Лассира тем, что у его роучей скорость нет, а у роучей... в смысле, у его роучей скорость есть, а у роучей соперника еще нет. Может он грамотно маневрировать от залпов реведжеров, у соперника такой возможности нет. И Лассира сейчас пытается здесь разменяться, буквально 10 секунд до апгрейда на плюс один, пара секунд до апгрейда на мувроучей, чем у синего зерга. Вопрос в том, не слишком ли много уже потерял Кьюриос, и, по-моему, все-таки слишком много он успел потерять в этом сражении. Очень здорово сейчас отыграл Лассира. Реально, вот то единственное преимущество, которое у него сохранялось, он использовал. Использовал на все 100%, и это очень здорово. Здесь Лассира вот за эту игру стоит поставить, ну, если не 5 с плюсом, то как минимум такую твердую жирную пятерку, потому что, опять же, тактически все очень грамотно, тактически все очень здорово. И, ну, естественно, не вина Лассира, что Кьюриос местами сам подарил ему преимущество, местами сам подарил ему победу в этой игре, потому что сам Лассира все по задумке делал идеально. Может быть, где-то не очень хорошо исполнил, не 5 с плюсом из-за этих табунов оверлордов, не 5 с плюсом из-за отданных местами на ровном, абсолютно не располагающей к тому ситуации дронах. Но, если вот забыть об этих небольших аспектах в механике, в микроконтроле, Лассира, конечно, отыграл очень хорошо. И тактически мы увидели очень сильное, очень хорошо продуманное ЗВЗ. Может быть, это плод работы тренера в КТ Роллстер, может быть, это плод работы самого Лассира, но эти плоды, безусловно, Лассира может пожинать здесь и сейчас. GG 2-1 и в стартовом матче побеждает зерк КТ Роллстер. Субтитры сделал DimaTorzok